В Краснодарском крае проходит акция эстафета памяти, приуроченная к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Пост номер один города-курорта Анапа совершил торжественную передачу свечи памяти городу-герою Новороссийску. Молодежь из православного центра Круг сопроводила эстафету в Святоуспенский кафедральный собор. Подробности у наших коллег из Новороссийска. Город-герой Новороссийск торжественно встретил краевую патриотическую акцию эстафета памяти. На площади героев у Вечного огня состоялся митинг памяти, посвященный 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от фашистов. Сегодня мы принимаем эту гордую лампадку в городе Новороссийске. Лампадка с огнем символизирует, конечно же, героизм и стойкость подвиги наших предков, наших отцов, дедов. Мы чтим и помним, кому мы обязаны. Мы обязаны безгранично за ту жизнь, которую нам подарили. Акция стартовала в феврале от Вечного огня в городе Краснодаре. Огонь пройдет через все города Кубани. Под торжественный марш состоялась передача свечи памяти посту номер один города Героя Новороссийска. Затем лампаду с огнем передали на хранение в Свято-Успенский кафедральный собор. В храме эстафету встречали активисты православного молодежного центра «Круг». Неважно, сколько прошло времени с окончания Великой Отечественной войны, самое главное, что мы чтим память наших предков, отцов, дедов, которые участвовали в этой войне. Эта акция знаменательна тем, что это дань памяти нашим дедам, нашим ветеранам, которые воевали за освобождение нашей земли, чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой. Не случайно свеча памяти будет храниться именно в храме. Здесь ежедневно возглашаются молитвы о героях Великой Отечественной войны. Для Новороссийска это особенно важно, потому что в этом городе шли ожесточенные бои. Здесь наши деды, отцы показали крепость своего духа, здесь помнят это, знают, и православная церковь это особо чтит. Для нас это очень знаменательно, что молодежь собирается, помнит, чтит, и, конечно же, молится на души усопших. Свеча памяти пробудет в городе Героя Новороссийске несколько дней. Затем ее передадут в город Абинск. Анастасия Локтенова, Алексей Дроздецкий, Пресс-служба Новороссийской епархии.